И снова здравствуйте, с вами Дэв! Ну а мы сегодня продолжим знакомиться с фигурками по вселенной фильма Робокоп И у нас сегодня в обзоре сам главный герой, он же Алекс Мёрфи, он же Робокоп Классический оригинальный Робокоп, вроде как 1987 года, я могу ошибаться Фигурка у меня находится очень давно в коллекции, поэтому, к сожалению, коробки от него не сохранилось Хотя говорить там особо нечего, фото должно появиться где-то вот здесь Фигурка очень базовая, поэтому я думаю обзор будет короткий Так как Нека раньше делала именно такие фигурки, о которых что-либо сказать было очень сложно Она просто воссоздавала персонажей очень базово Стоил он плюс-минус, как все фигурки Неки, где-то в районе 20 евро И в принципе он отбивает свою цену Давайте сразу посмотрим на его размер, чтобы понимать, о чем мы говорим Высота фигурки 17,5 см, то есть он хорошо среднего размера И как мы все с вами помним по прошлому обзору, он замечательно вписывается вместе с ED209 Ну, собственно, одна фирма создала две фигурки по одному фильму И я думаю, они это все, разумеется, учитывали Сразу хочу сказать, что смогу дать некий фидбэк о том, как фигурка выдержит испытанием времени И у нее есть некие дефекты, но давайте об этом поговорим более детально чуть позже Начать я хочу с единственного аксессуара, который идет у него в комплекте Это сменная рука, у которой когда-то был изначально штык Как вы видите, он не выдержал падения с полки При этом я хочу заметить, что штык никогда не был одет на самой фигурке Упала сама рука И как мы все с вами знаем, когда что-то падает и какая-то мелкая деталька отваливается Она сразу же пропадает в бездне времени И вы никогда не можете ее найти Независимо от того, если вы будете проверять все в пылесосе Он просто пропал и исчез в никуда В любом случае, я фигурку никогда не планировал позировать с данным аксессуаром Поэтому я считаю его совершенно бесполезным Но тем не менее, он был У самой фигурки также есть еще пистолет Самого робокопа Но я считаю его просто неразделимой частью самой фигурки Поэтому сложно сказать, если это можно считать аксессуаром Пистолет, как вы видите, замечательно вкладывается в руку Он очень крепко в ней лежит И даже когда фигурка падала с полки, он никогда не вываливался Он очень базовый На нем нет никаких теней, никакой покраски Совершенно ничего Это просто черный кусок Но тем не менее, он достаточно неплохо вылеплен И в принципе, издалека сразу понятно, что у него в руках Фигурка в принципе лишена какого-либо напыления и каких-либо теней Единственное, что мне очень нравится Вот этот вот цвет такой сизый Который чуть-чуть переливается, как вы видите И отдает то синевой, то фиолетовым оттенком, то голубизной Что в принципе правильно по отношению к самому фильму И барабакок был таким около голубоватым, скажем так Более никаких напылений и теней у фигурки нет И это мне кажется очень-очень большое упущение Телесный цвет достаточно базовый Но лепка сделана хорошая Я бы хотел, чтобы добавили чуть-чуть теней ему И чтобы он был более реалистичным Также есть покраска на визоре То есть, ну, сложно что-либо здесь комментировать Что даже не смогли просто провести одну ровную линию На шлеме есть выгравированная надпись За это отдельный респект OCP Police CO1 Что такое CO, сложно сказать Но это какая-то первая модель То же самое у нас и с другой стороны В целом, фигурка замечательно справляется с тем Для чего я ее приобрел А именно, я хотел иметь фигурку Robocop Их на рынке много, но действительно хороших Которые впишутся в диораму с ED209 И относительно недорогих мало Хотя на сегодняшний день появилось намного больше И я, если честно, подумываю даже его обновить Ибо в этом году на ToySphere Показали более новые фигурки Robocop Совершенно замечательные Но пока не знаю, сложно что-либо сказать Будем посмотреть, как говорится Давайте посмотрим на его суставы И на детализацию более детально Голова установлена на шаровом шарнире Поэтому он может посмотреть буквально граммочку вниз И поднять голову до прямого состояния Но чуть-чуть наверх Он может наклонять голову вправо-влебо И разумеется вращаться вокруг своей оси В плечах установлены шаровые шарниры и петли Которые позволяют руке подняться вот так Опуститься буквально ближе чуть-чуть к корпусу Как вы видите, прилегает к его грудному доспеху Или Это его грудь Ну вы поняли, короче И разумеется вращается вокруг своей оси В принципе у него не должно быть Какой-то сумасшедшей подвижности Потому что Robocop тех времен был достаточно деревянным Как мы все сами понимаем Это был настоящий костюм В который несколько часов одевали главного актера И он практически в нем не мог двигаться Но это передавало его механизированность по тем временам Роботов раньше представляли именно так Boster Dynamics тогда еще не существовало В локте установлены петли Которые позволяют локтю разогнуться до прямого состояния И подняться вот до такого состояния Все 90 градусов мы здесь получить не можем Далее в диафрагме установлен сустав Который позволяет ему вращаться вокруг своей оси И ну вот и все То есть какой-то детализации подвижности здесь нет В поясе сустава тоже нет Хотя казалось бы вот здесь можно было бы сделать сустав Это прибавило бы ему чуть большую подвижность Было бы приятно его поставить чуть-чуть в полоборота Но к сожалению нет Я могу ошибаться Но вроде бы в фильме он действительно особо не поворачивался в поясе Хотя я все-таки наверное ошибаюсь Далее в ногах как вы видите Вот они видны петли ибо ноги не плотно прилегают к его туловищу Он может поднять вот так вот смешной карикатурно ногу вперед И отогнуть ее таким вот образом назад Все Более нога никуда не двигается Потому что я думаю отсюда видно вот эту вот Маленькую бедную петлю Которая больше ничего не может сделать То есть они просто вставлены на штырьки В колене установлен одинарный сустав Который позволяет гнуть колено на 90 градусов Красиво закрашен внутренний сустав в черный цвет Что приятно Распрямляется до прямого состояния И в щекотке установлен сустав Кстати говоря достаточно интересный Вот это что-то по типу поршня То есть этот маленький штырек Заходит в паз И он может достаточно интересно двигаться Потому что у рыбокопа действительно Были такие поршни Или как это правильно назвать В щекотке ступня не гнется И это очень-очень большая проблема У большинства фигурок неки Старых фигурок неки Вот эта проблема присутствует практически всегда А именно фигурка под своим общим весом И достаточно хлипким суставом И отсутствием суставов щекотки не стоит То есть если вы его поставите просто на какую-то подставочку Даже у него есть отверстие для подставки Как видите он у меня был на горячем клее Я его специально снял для обзора Он обязательно Обязательно с нее упадет Пройдет месяц Два Полгода Год Но он обязательно завалится Потому что он начинает плавно-плавно-плавно коситься Вот эти суставы достаточно хлипкие И он просто падает Поэтому мне пришлось его приклеить Чтобы он твердо стоял И никуда не двигался Вот конкретно на этой ноге Это получается правая нога В принципе и все по замечаниям Что-либо еще говорить о фигурке Ах да, пардон Кисти Кисти вращаются вот таким вот образом Потому что вот он сустав И все То есть он относительно деревянный Я бы его отнес так же как и ED209 Больше к статуэтке, нежели фигурке Но опять-таки Лично для меня Вот какая-то такая поза Плюс мы добавляем ED209 Они вместе замечательно смотрятся Именно так они стоят у меня на дисплее И я вот этому на самом деле Очень доволен Очень благодарен Мне лично больше ничего не нужно Фигурки вместе Фигурки стоят Это мой один из самых любимых фильмов детства И разумеется Самый запоминающийся робот тех времен Потому что я думаю Все кто когда-то в детстве смотрел Робокопов все помнят ED209 И все от него без ума Особенно от той самой замечательной сцены На лестнице На этой позитивной ноте Я предлагаю закончить данный обзор Как всегда я хочу вам сказать Спасибо за просмотр И я приветствую любую конструктивную критику Связаться со мной очень просто Это можно сделать либо в комментариях К этому ролику на ютубе Либо же через мою группу вконтакте Ссылку я оставлю в описании к этому видео Если вам понравилось данное видео И вы хотите увидеть еще обзоры фигурок Биографии героев А также кучу всего по гиковской всячине То подписывайтесь на канал И жамкайте на колокольчик Для того чтобы не пропустить следующее видео Если вы хотите помочь к данному каналу в развитии Поддержать его каким-то образом То подписывайтесь на патреон Я вам за это буду очень благодарен Ну а на этом я думаю все Благодарю вас за просмотр Умейте радоваться мелочам И не отказывайте себе в удовольствиях Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok